Нидерландская революция Как я уже говорил в конце прошлого фрагмента, в результате иконоборческого восстания, развернувшегося в Нидерландах, оттуда была отозвана обратно в Мадрид наместница Маргарита Пармская, и вместо нее в Нидерланды был направлен вместе с экспедиционным корпусом Фернан Альварес де Толедо, герцог Альба, известный также как Великий Герцог Альба. Ну, враги его называют кровавым герцогом Альбы, иногда палачом Нидерландов. От себя замечу, что отрицательный образ Альбы во многом сформирован в массовом сознании благодаря известному бельгийскому писателю, националисту XIX века Шарлю де Костеру, чья книга о Тиле Улленшпигеле и, собственно, о нидерландском восстании против испанцев, стала практически настольным чтением для всех советских школьников на протяжении многих-многих лет, и не только советских. О чем нам рассказывает эта небольшая история про Шарль де Костера? О том, что иногда литература оказывается более влиятельной, нежели реальное событие, что навязываемый нам образ события иногда закрывает от нас само событие. И о том, что у любого процесса, у любого события, у любого факта есть как минимум две стороны, и смотреть можно всегда по-разному. Можно смотреть, как предлагал Шарль де Костер с точки зрения восставших Нидерландов, борьба за свободу против кровавой Испании. Можно смотреть, как я предложил в конце прошлого эпизода и предлагаю продолжать сейчас, с точки зрения попытки испанской короны восстановить порядок, правовой порядок в взбунтовавшейся провинции. Но, повторюсь, это вопрос в точке зрения. Герцог Альба, едва прибыв в Нидерланды, разворачивает очень активную деятельность, оказавшуюся продуктивной и очень результативной, надо сказать. Но во многом за счет своей жестокости и бескомпромиссности, что, конечно, характеризует Герцога не с лучшей точки зрения. Он учреждает Совет по делу о мятежах, который очень скоро заслужил прозвище Кровавого Совета. Альба, арестовывает нескольких виднейших нидерландских аристократов, в частности, под арест попадают граф Эгмонт, адмирал Горн, и едва успевает убежать из Нидерландов Вильгельм Аранский. При этом, здесь необходимо еще одно пояснение, что такое арест Эгмонта и Горна, ну и нескольких других менее значимых участников заговора. Что значит этот арест? Этот арест, это прежде всего, это превентивное взятие заложников. Альба этим арестом, он же не разворачивает против Эгмонта и Горна уголовных дел. Не начинаются же процессы, нет, он их просто держит, показывая, что они в его власти, и что они заплатят своими головами за продолжение мятежа. Ну, как, собственно, и случается. В 1568 году весной Вильгельм Аранский из германских земель, набрав наемную армию, вторгается в Нидерланды. Альба не только жестокий, кровавый, но и очень умелый полководец. Альба разбивает Аранского, выбрасывая его обратно за пределы. Но в ответ на это вторжение, на то, что против него начата война, он приказывает обезглавить графа Эгмонта, адмирала Горна. И следом разворачиваются массовые репрессии против восставших. Причем под удар попадают не только сами восставшие, но и их друзья, их родственники, их дети. То есть Альба бьет по очень широкому кругу людей сразу. И этим ему удается всерьез запугать противников. Ну, что вполне естественно. Вкупе с несколькими военными удачами, когда он разбивает Вильгельма Аранского несколько раз подряд. В итоге заставляет его полностью отказаться от идеи вторгнуться с наемной армией. И тот распускает наемников. Вкупе с вот этим вот запугиванием, Альбе ведь почти удается замирить непокорную провинцию. Цена этого мира оказывается страшной. Но перед герцогом стоит ведь и еще одна задача. Не будем о ней забывать. Перед ним стоит задача восстановить бесперебойный приток денег из Нидерландов в Испанию. И желательно сделать его богаче, сильнее, чем он был. То есть, чтобы денег шло больше. С этой целью Альба вводит экстраординарные налоги. Вводит своей волей, волей военного наместника. Знаменитая Алькабала испанская. То есть, 10% налог с любой сделки. Плюс 1% сбор с недвижимости. 5% сбор с оборота. И в ответ, собственно говоря, он получает массовое вооруженное восстание. Вот здесь против него восстают уже не какие-то аристократы, чем-то там недовольные или желающие каких-то политических преференций. Нет. Тут против него восстает практически все работающее население Нидерландов, которое стоит перед угрозой обнищания. Движение гезов получает огромную поддержку. И большой удачей становится взятие морскими гезами. То есть, говоря проще, морскими... Ну хорошо, морскими повстанцами, можно сказать, морскими разбойниками. Взятие имя города Брилле, почти незащищенного города морского порта. И они его отнимают, выбивают из-под контроля испанцев. Это придает сил всем остальным повстанцам. Их воодушевляет. И в апреле 1972 года против Альба поднимаются все северные Нидерланды. Восстание призывают возглавить Вильгельма Аранского. Ситуация усугубляется тем. Ситуация несколько лет держится относительно непонятный очень паритет. То есть, повстанцам не удается толком продвинуться никуда. Но и Альбине удается вести достаточно результативные боевые действия, чтобы снова уничтожить восстание, задушить его. Вот это непонятное стояние прекращается в 1976 году, в результате чего нидерландским, собственно говоря, каперам, пиратам удается перехватить один из серебряных караванов испанского правительства. Из караванов, ввесших серебро из Нового Света. А этими деньгами, среди прочего, должны были заплатить солдатам герцога Альба. Не получив денег, наемники в составе испанской армии, и было много, поднимают мятеж. И захватывают и подвергают чудовищной резне, в общем-то, подконтрольный испанцам, что самое-то страшное, город Антверпен, происшедшее получает название испанской ярости. Результатом становится распространение восстания против испанцев, в том числе на Южные Нидерланды, центром которых, я напомню, является Антверпен. То есть, теперь против испанцев воюют уже все. Мадрид спешно меняет наместника. Новым наместником становится сводный брат Филиппа II, Дон Хуан Австрийский, один из победителей в битве при Лепанто, знаменитый, один из самых знаменитых испанских полководцев, внебрачный сын императора Карла V. Вот, собственно, Хуан Австрийский подписывает генское умиротворение, своеобразный очень акт, которым предлагалось закрепить религиозное деление, юг католики, север протестанты, кальвинисты конкретно, и прекратить преследование, прекратить войну по религиозному призму, то есть, прекратить религиозные войны в Нидерландах. Надо сказать, что генское умиротворение не соблюдалось, но оно дало очень важную вещь, оно дало Хуану Австрийскому небольшую передышку, собраться с силами. И, зная Хуана Австрийского, можно было бы предположить, что в ближайшие несколько лет восстание будет подавлено, на том или ином основании, теми или иными способами. Он, повторюсь, был очень талантливым человеком. Но судьба не давая ему этих нескольких лет. В 1978 году Хуан Австрийский скоропостижно умирает, и новым наместником становится Александр Форнезе, собственно говоря, племянник Хуана Австрийского. Форнезе объединяет Южные Нидерланды, подписывая так называемую Аррасскую унию с католическими провинциями, предлагая им довольно серьезные льготы в торговом режиме с Испанией, ну и так далее, и так далее. То есть там целый ряд условий. В ответ, и вот это важно, северные провинции, вы видите их на слайде, Голландия, Зеландия, Утрехт, Гелдерн, Гронинген, Фрисландия, Оверессейл, подписывают Утрехтскую унию по названию города, где подписано, разумеется, город Утрехт. В частности, одним из условий Утрехтского договора становится война до победного конца. Не прекращать войну с Испанией, пока не будет достигнута безусловная победа. Точка невозврата проходится еще двумя годами позже, когда провинции Утрехтской унии подписывают акт о низложении Филиппа Второго неправедной тиранией, узурпировавшего себе власть над Нидерландами. С этого момента никаких переговоров быть уже, как вы понимаете, не может. Александр Форнерзе разворачивает очень успешные боевые действия, параллельно действия не вполне дозволенными, но очень результативными методами. В 1984 году от кинжала наемного убийцы гибнет Вильгельм Молчаливый, глава Республики Соединенных Провинций, глава этих семи провинций, первый штат Хальда Нидерландов. В 1984 году капитулирует Гент, в 1985 складывают оружие Брюссель и Антверпен, огромная зона к югу, это нынешняя Бельгия, как вы понимаете, огромная зона южных Нидерландов оказывается под контролем Александра Форнерзе, и тот начинает собирать силы, чтобы постепенно, во многом экономически, разными невоенными способами удушить Республику Соединенных Провинций. И опять можно предположить, что ему бы это удалось, если бы не решение Филиппа Второго, страшное, катастрофическое его решение, вступить в конфликт с Англией. Вы помните, в 1988 году у берегов Англии гибнет непобедимая армада, знаменитый испанский флот. Александр Форнерзе, пытаясь спасти положение на континенте, но хоть немножко вторгается в Францию, и там получает очень серьезные ранения, и очень скоро умирает в 1992 году. Соответственно, на этом боевые действия всерьез замирают на несколько лет, и в 1609 году уже следующий король Испании, Филипп Третий, подписывает с Нидерландами перемирие на 12 лет, до 21 года. В 21 году боевые действия возобновляются, и идут они, что важно, уже в рамках 30-летней войны 1618-48 годов. Единственной серьезной удачей испанцев в этой войне становится взятие города Бреда в 1625-м, по какому поводу существует даже одноименное знаменитое полотно Веласкеса. Но это последняя удача, затем голландцы переходят в наступление и достаточно быстро отвоевывают у Испании целый ряд крупных городов, включая, кстати, ту же Бреду. В итоге Испания сначала де-факто признает независимость Нидерландов, а затем де-юро в 1648 году в рамках Мюнстерского переговорного процесса подписывается одно из соглашений, которое там подписывается. Это подписывается соглашение между Испанией и Нидерландами, соглашение, прекращающее 80-летнюю войну и признающее Нидерланды самостоятельным государством. Собственно, уже в конце 16 века складывается знаменитая нидерландская система своеобразного двоевластия. Первым человеком республики является Статхаудер или Штатхальдер, собственно, глава государства, дословно. Он военный командующий, командует всеми силами республики, ведет все войны, заключает мир. После смерти Вильтельма Аранского становится его сын Морец Нассауский на эту позицию. На предыдущем слайде вы видели его фото, его портрет, извините. И, как правило, Штатхальдеров, Нидерландов выбирают как раз из династии Аранских Нассау. Мирный глава государства, в кавычках, то есть человек, отвечающий за финансовую политику, административную политику, правосудие, администрацию и так далее, дипломатию, это Рад Пенсионарий или Великий Пенсионарий. Первым Рад Пенсионарием становится Йоханн ван Барневельт, памятный, человек памятный в том числе в истории философии, как покровитель Гугла Гроция и в истории права. Он гибнет в 1619 году на плахе по обвинению в ересе. А 17-й век становится золотым веком Нидерландов, в то время как 18-й закономерно становится периодом прогрессирующего упадка, когда Нидерланды на долгие годы подпадают под серьезнейшее влияние Франции. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok